Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 5 и 6 мая Ботанический сад-институт проводит традиционную весеннюю ярмарку. Для всех посетителей будет представлен широкий ассортимент саженцев, декоративных деревьев и кустарников. Вход свободный. В Приморском торговом доме книги творческая встреча с Ниной Алаверт, мастером балетной фотографии, автором и оформителем многочисленных книг и альбомов «Начало в 17.00». Приморская государственная картинная галерея в рамках празднования Дня Великой Победы приглашает на концерт «Чтоб было небо голубое, была зеленая трава». Вход 400 рублей для пенсионеров и студентов 300, для школьников 200 рублей. А детей и подростков ждут в детском центре «Чайка». Там для ребят организуют мероприятия, посвященные 72-летию Великой Победы, разборку и сборку автоматов, просмотр военных фильмов, мастер-классы и многое другое. Дальневосточный косплей-фестиваль в десятый раз приглашает зрителей посмотреть и поучаствовать в увлекательном нарядном шоу. Стоимость билетов от 1000 до 1500 рублей за три дня. А в Приморском филиале Мариинского театра дают оперу в трех действиях. Зрителям покажут сказку о царе Салтане. Еще Центр современного искусства «Заря» готовит новое мероприятие. Всех желающих зовут на старое новое искусство. Вы прослушаете лекцию о современном искусстве и сможете ощутить себя настоящим художником, рисуя на мастер-классе под руководством профессионала «Вход свободный». 6-7 мая в Старом дворике Гума состоится очередной маркет от команды «Креативспот. Вход бесплатный». А в Приморской картиной галереи в это воскресенье пройдет концерт, посвященный творчеству Марка Наумевича Бернеса. Военные песни Бернеса, фильмы с его участием, отснятые до войны и во время и после нее, вошли в основную часть программы. Еще 7 мая в 17.00 состоится финал турнира по ораторскому искусству в библиотеке «Бук. Вход для зрителей бесплатный». Уникальная выставка авторской куклы открылась в здании Морского вокзала Владивостока. Организаторы собрали на одной площадке художников кукольного искусства со всего мира. Спектр представленных работ впечатляет. Куклы шарнирные, фарфоровые, интерьерные, театральные и мультикапликационные, и реборные. 9 мая на Центральной площади Владивостока состоится праздник, посвященный 72-летию победы в Великой Отечественной войне. В традиции ключевым событием станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдет по Светландской в 10 утра. После парада и шествия бессмертного полка на площади начнут работу тематические локальные площадки. Прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Здесь же горожан угостят настоящей солдатской кашей с полевых кухонь. Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком в 22.00. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok